Так, сегодня у нас вторник, Крещение Господне, 19 января 2016 года. Вот сестра наша Нина Александрова Жолонова приехала. Ты где живешь по порядку, расскажи. В село Кулачкири, Брехинского района, Алтайского края. Сколько отсюда от Барнаула? 90 километров. А как ты оказалась там? Ты же была здесь в Барнауле. Ну, так случилось, что, во-первых, это накануне перед этим не было сновидения. И оно было такое, что я поняла, что какое-то меня ожидает изменение в жизни, но какое, я не знала. Но я понимала, что вот-вот что-то будет и такое серьезное изменение, потому что я видела распятие Христа. И оно мне на грудь легло, и я вот так обнимала его, это распятие. Я понимаю, что-то произойдет в жизни. И как мне тогда, я как-то стала молиться усиленно о том, что, Господи, что бы ни случилось, не дай мне только возроптать, чтобы я принимала все с благодарностью и любовью к Тебе, что бы ни случилось в моей жизни. И прямо вскоре, это уже весна подходила, апрель месяц начинался, конец мая, начало апреля это было, 15-го года. Мне сноха говорит, мам, вот все имеют домики в деревне, вот многие имеют дачи, а у нас ничего-ничего нет. Давай купим домик. А я говорю, а кто будет жить? Ну, вы с отцом поедете, будете жить там. А я говорю, ну, если найдете где-то, где мне было бы знакомо, я бы поехала. Она говорит, ну, давай в деревне где-то родилась и выросла. А я в этой деревне родилась, выросла, окончила среднюю школу, оттуда уехала учиться, ну, и больше я туда не вернулась. И вот 46 лет я там не жила. И потом она говорит, ну, давай вот там посмотрим. А я говорю, ну, давай, я с радостью принимаю твое предложение. Мы поехали и купили этот дом. За сколько? Мы его купили за 450. Он требовал большого ремонта. И сколько на ремонт ушло? 300. 300 еще. 300 тысяч. Ну, а примерно дома-то там в эту цену и идут? Да. Примерно так. С ремонтом вы его сможете вернуть, а ремонт, если продавать? Я думаю, что да, потому что мы хороший ремонт сделали. Ну, дальше. Там царковь есть, рассказывай. Там есть, да. Я еще так думаю, ну, там же храм есть. И мне Снахата говорит, мам, там храм есть, тебе есть куда ходить. Я говорю, ну, давай, только на моей улице, где я родилась и выросла. Мы купили там домик хороший, понравился нам. Лес кругом, речка рядом. Все у нас там, усадьба прекрасная. Лес хвойный? Да, с Борной. Бор. Это Бор. Там настоящий Бор, лента проходит. Ширина полосы этой, наверное, 10 километров, и длина километров 450. Похоже так. Я особо-то не знаю этой географии. Ну, Космолинский. Космолинский. И он переходит туда в Ребрихинский, в Ребрихинскую зону. Там у них другая уже начинается зона. Ну, прекрасное место хорошее. И главное, что храмом по нашей улице неудобно ходить туда, хоть далековато, но ходить удобно. А от прежнего дома, где жила в детстве, далеко? А в детстве нет, рядом, близко. Прямо через дорогу и так через два дома, где я родилась и выросла. Дом этот он там занимает, его сестра моя там живет, в этом доме. И я там недалеко, рядышком прямо. Ну, и как там сложились ваши все дни? Как вы там живете? Лето прошло, у нас все в ремонте, в заботах. И, как сказать, я в жизнь и не включалась, можно сказать, что я не включалась. Я только занималась тем, что организовывала работы ремонтные, сама занималась. Ну, и, конечно, еще и огород как раз надо было сажать. Я все посадила, все у меня, Бог дал такой урожай хороший. Мы заготовки себе на зиму сделали свои, кроме картофеля. А все остальное у нас свое. Но вот, когда работы такие закончились, я уже стала ближе подходить вот и к жителям уже, стала кое с кем знакомиться. С тех времен, конечно, я никого уже не знаю, людей этих не знаю, мне пришлось вот знакомиться. Посмотри, рядом голуби мои, дикари попутно. Прям вплотную, от Володи сантиметров на 30. Дикари, совершенно с улицы. Я породистый держу, а это взял дикари, как они будут вести себя, это зараженное место. Тут болели породистые голуби. А на них это не влияет. Вот так. Потому что они природные, вот они, видишь какие, совершенно, ну видишь какие дикари. Или рядом уже вывели, ребятишек, среди зимы вывели. Вот так. Ты их не видела, маленькие какие они? Нет, ну вообще-то я видела, у вас не видела, а так вообще видела, у меня же папа держал голубей. Люди меня приняли очень хорошо, соседи рядом, вот как будто я даже и не уезжала оттуда. Все очень хорошо ко мне относились и по сей день. Ну, я знала только женщин, а теперь вот, когда наступила зима, мне пришлось уже работать на улице. Сейчас мне много приходится, поскольку муж у меня, он инвалид, больной. Он ходить не может, ну так, маленько по дому, маленько по ограде он ходит. А что-то оказать серьезную помощь он мне не может. А сколько ему лет? Он на год старше меня, ему 69 год пошел. 69? 69 год. На сколько старше-то? На один год, мне 68, ему 69. Виктор Матвеевич, кажется? Виктор Матвеевич, да. Так вот, если внешне на него посмотреть, никогда не подумаешь, что он больной человек. Но он облучался два раза, он на атомной подводной служил и дважды облучался. И теперь у него с позвоночником не совсем все благополучно. И это на ноги сказалось, и ему передвигаться очень трудно. Дважды облучался. Даша, как ты, значит, меня интересует больше отношение к храму, к церковнику, к священнику. Все это расскажи. Ну, как вот люди меня приняли очень хорошо. И когда я пришла в храм, уже многие знали, что я купила там дом. Это был май месяц уже. Закончились посты. Еще это там, пасхальные дни даже еще были, я уже туда приехала. Так, меня там приняли очень хорошо в храме. И вышла Зинаида, она староста там у них, спросила, а ты что сюда? Я говорю, Зиночка, я купила дом здесь. Она удивилась. А ты как, с кем ты приехала? Я говорю, с мужем. Ну, и, в общем-то, у нас как бы принялись все хорошо. И одну службу я провела у них с ними вместе. Но тогда не было батюшки. Это такая, как она, апостольская, что ли? Да, да, да. Мы ее называем апостольская. Это примерно так же у них. Только у них там братьев нет, одни сестры. И сестер-то немного. Там у них, ну, человек 8-10 бывает. Иногда в праздничные дни, а я приехала, пасхальные дни были, в эти дни там было по 15, даже как-то однажды было 20 человек. Вот. Но когда вторая служба была, приехал батюшка. Служба уже была настоящая, полная служба. Богослужение. И батюшка, когда я подошла ко кресту, он говорит... Там очень батюшка. Да. Московская патриархата. Да, батюшка. Его в то время уже рукоположили, или как это, наверное, в монахи-то посвящают. Видимо, так. И он уже был не Игорь Чернодаров, а он стал Спиридон. Я этого тогда еще не знала. Я попозже маленько узнала. Вот он уже теперь Спиридон. Он меня спрашивает, а вы как к нам попали? Он меня знает по прежним нашим отношениям, которые были лет за пять до этого. Я приглашала его на Благовестие, там в Клочках, по телефону говорю. Мы сейчас вот едем в Клочке на Благовестие, и у нас есть место. Батюшка, мы проезжаем через Павловск, а он там жил и живет. Я говорю, мы вас можем взять. Поедемте с нами. Там ваша паства, там ваши люди. Мы вас приглашаем. Мы вас заберем и обратно привезем. А там вы к кому говорите? Ну, тогда он был Игорю. Он Игорь был. А он говорит, нет, я с вами не поеду. Я говорю, а почему? Я говорю, у нас есть место. Вы же людей знаете. Мы вас, даже вы сами, может, и не пойдете с нами, если вы не пожелаете. Ну, вы ваших людей дадите из храма, которые ходят. Они нас проведут по улицам, по тем домам, куда войти. Мы же ведь не деревню-то, я только одна знаю, а больше-то никто. Я сказала, что мы поедем много, у нас людей будет много, машин 10 у нас будет. Вот, чтобы захватить сразу всю деревню, пройти, раздать Евангелие, засвидетельствовать, пригласить на беседу. А он говорит, у нас с вами подходы к этому разные. К чему разные? К Евангелию? Ну, не знаю, к чему, вот, наверное, к благовестию или вообще ко спасению. Я не знаю, он просто сказал, не могу с вами. Ну, он не сказал, в общем, разное. Не знаю. Ну, и что? Нет, нет, подходы разные. Он так и сказал. И отказался. А теперь, когда он, подошла я ко кресту, он меня спросил, а почему я здесь? Я говорю, а я теперь купила здесь дом. Я говорю, я здесь родилась и выросла здесь. Мы купили дом и переехали с мужем, и теперь будем здесь жить, и я буду ходить сюда, в храм. А он говорит, нет, нет, вы ходить не будете к нам. Подумал маленько, говорит, нет, нет, не надо. Потом еще раз остановился, паузу такую сделал и говорит, нет, вы к нам не ходите. То есть в храм ходить нельзя? Нет, все, он не запретил в храм ходить. А чем он это мотивировал? Ну, мы в храме, я не спрашивала. И ты не спрашивала, и он не сказал? Он не сказал. То есть ты придешь, в храм заходить нельзя? Нет, сказал нет, и все. Ну да, и ты теперь как? Я в следующий раз, я пришла все равно в храм. Я пришла, а еще когда выходила, мне там одна женщина на ухо шепнула, Нина, а ты все равно ходи. А я говорю, да как, как, я не буду ходить, я же, это дом отца моего небесного, я буду ходить. И я в следующий раз снова пришла. Когда я пришла, мне Зина староста говорит, Нина, а тебе нельзя к нам ходить, тебе батюшка говорил? Я говорю, да, говорил. А почему ты пришла? Я говорю, Зина, а как я не приду? Сегодня седьмой день, седьмой день светить надо. Я прихожу сюда, это дом Бога небесного, это отца нашего небесного. Ты имеешь в виду воскресенье? Да. Это первый день, не седьмой, седьмая это суббота. Ну да, у нас-то так, но вообще это седьмой день. Она говорит, а нам с тобой нельзя общаться. Я у нее хотела спросить, она говорит, нам с тобой нельзя общаться. Я говорю, как нельзя общаться? Только что общались, и вдруг нельзя. Она говорит, батюшка, нам запретил с тобой общаться. А Юзина не объяснила, почему? Нет. Нет, нет. Ну и когда же это? А потом я все равно зашла в храм. Ну нельзя, я все равно зашла в храм. И стали молиться. И потом она говорит прихожанам, сестры, позвонил батюшка и сказал, что Нину здесь нельзя с нами молиться. Что ее нельзя запускать в храм. И просил ее выйти. Из храма. А храм-то кому принадлежит? Храм-то кто его строил? Хозяин есть у храма? Я не знаю. Это прежде был детский садик в этом храме. Вот сейчас он храм, а тогда это был детский садик. Принадлежал это колхозу, потому что колхозный был этот детский садик. И он колхозу принадлежал. Но потом, когда не стало колхоза, все разрушилось. И там уже от всего детского садика осталось вот это одно здание. Оно было старенькое, разваленное. Ну такое совсем запущенное. Ну как его восстанавливали, я не знаю. Потом нашелся спонсор, там местный предприниматель. Он туда вкладывал достаточно средств для того, чтобы его восстановить, это здание. Но он и сейчас там ходит, он всегда, я его часто вижу там. Он приходит, ремонт нынче хороший сделали этому помещению. Там храм, там и прежде, раньше еще, до 29-го года на этом месте там был храм именем иконы Казанской Божьей Матери. Вернее, ну да, иконы, в честь иконы вот этой. И на этом месте вот примерно... А сам храм-то, он теперь кирпичный? Нет, он деревянный. Храм-то весь деревянный? Деревянный. А рядом кирпичный храм. Он ныне не действует. Я когда приехала, две службы эти были в кирпичном храме. А потом, когда я пришла сюда, Зина говорит, я говорю, а ты что? Она говорит, мне нельзя с тобой общаться. Я говорю, а ты что так рано-то пришла и все перетаскивает из того, из кирпичного храма в этот. Они рядом. У которой с дороги, видать, большой-то? Да. В нем не молятся? Нет, сейчас не молятся. А почему? Это вот при мне. Она говорит, да там аварийное состояние. И батюшка позвонил и сказал, перенесите все в тот старый храм. Вот в этот, в деревянный. Они на одной усадьбе там у них. Почти что на одной усадьбе. А, вон как. И вот они перенесли туда. И я всего-то одну службу была в этом, в кирпичном. И потом перешли сюда. А здесь, когда они меня попросили выйти, я не могу разбираться. Это в храме у нас не положено разговаривать. И я показываю Зине, давай выйдем в притвор. Вышли туда. Я говорю, Зина, давай я буду здесь. Батюшка приедет. Я говорю, я поговорю с ним. Я говорю, а пока я в притворе буду стоять. Я эту одну службу я провела в притворе. И потом на следующий раз я прихожу и снова стою в притвор. А Зина говорит, сегодня батюшка здесь. Ты с ним поговори. Я говорю, ну поговорю. Ну после службы. До службы он занят. Некогда после службы. Я подождала. И служба, когда уже закончилась, он вышел ко мне. Она говорит, он с тобой побеседует. Вот как она говорит. Он с тобой побеседует. Я говорю, хорошо. Я подождала, он вышел и говорит, я вас слушаю. Я говорю, нет, вы хотели со мной поговорить. Я вас слушаю. Я пришла в храм. Вышли с ним на улицу из притвора. И он мне сказал, почему он меня. Почему? Вот тут он мне сказал. Потому что, во-первых, он начал обо мне. Это, говорит, мое к вам неприязненное отношение. Мое личное. Он ни на кого не ссылался. Он только на себя сказал. Это мое личное. Я говорю, а как ваше личное, может, ко мне? Мы же с вами не были никогда в отношениях. Вы меня не знаете. Он говорит, а мне не нравится ваш образ жизни. А я говорю, как? А вы откуда знаете мой образ жизни? Он так на меня посмотрел. Он говорит, ну я маленько неправильно выразился. А я говорю, ну вы же выразились. Вы так, значит, думали, что мой образ жизни для вас не подходит. Я говорю, а что, вам не нравится, что я в платках хожу? Вот так. Я говорю, так посмотрите, образ Богородицы мне пример. Я подражаю в этом, в одеянии. Я во всем ей не могу научиться у нее. Я могу. И что получается, я к этому следую. Но у меня еще есть пример подражания. Я говорю, я ношу имя Нины, равноапостольной, просветительницы Грузии. Я говорю, и поэтому, а это он, я ему сказала к тому, что он говорит, вот, вы мне тогда звонили, вот, он куда свел, что, помнишь, ты мне звонила тогда, приглашала меня на проб, на благовестие? Я говорю, да, помню. Пять лет назад это было. Я говорю, я очень хорошо помню эту беседу. Вы тогда отказались. То есть по домам идете, Евангелие раздавать, он не пошел на это? Нет, нет, не пошел он, я отказался. И теперь он меня в этом упрекнул, что я ему позвонила. Как вы посмели тогда мне звонить? Я говорю, вы меня простите, если я что-то сделала не так, если я недостойно себя повела. Я женщина, конечно, может, мне и не следовало вам звонить, приглашать. Ну, мы на благовестие там много ездили, там, и братья у нас, 10 машин было на благовестие. Вот он мне это, вот это он мне. Больше он ничего не сказал? Нет, это только было перед этим. А потом он говорит, да и вообще, вы же знаете с Игнатием Лапкиным. Я говорю, ну как это мой духовный отец? Я говорю, я родилась от слова, которое услышала от него, от слова Божия, это через проповеди. А я от него этому услышала. Я говорю, я ходила на занятия столько лет. Как это я? Куда на занятия? А в университете. В университете, когда велись занятия, я 8 лет ходила. Каждый вторник, каждую пятницу. Я ждала этого дня, чтобы мне услышать еще слово Божие. Я садилась за первую парту, я сидела за первую парту. И вот я с таким наслаждением, с такой радостью слушала эти проповеди. И вот оно, каждое слово мне казалось, что оно именно для меня сказано. Вот такие были слова, такие вопросы вот рассматривались, которые я по жизни всегда искала, на них ответы. И вдруг оказывается, я там узнала, что это все находится в Библии. Я узнала источник, где это лежит. Мне так было радостно. А если вы помните, с какой радостью я всегда вот прямо, не знаю, для меня это было вот и мед, и сладость. А как ты вышла на занятия-то, расскажи. Как на занятия пришла? Я очень любила читать. И старалась читать духовные книги. И на это мало. Я же работала тогда. Молодая еще была, работала. И мне... Кем работала тогда? Я работала директором магазина. Здесь, в городе Барнауле, в продуктовом магазине хлебный он прежде был. Ну, к тому времени там уже разное было. Вот я в этом магазине работала директором. И в автобусе, когда еду, я читала эти книги. И однажды встретилась с Людмилой Степановной Алфимовой. Она уже ходила на эти занятия. Она была членом общины. Я и про общину ничего тогда не знала. Вообще ничего не знала. Она меня пригласила. Она посмотрела, что я читаю. Говорит, Нина, это не... Как же? Это не православная литература. А что читала-то? Ой, какого-то тибетского монаха. Не помню. А там этот тибетский монах предлагает мантры у них. Как-то так называется. Для меня это молитва, кажется, была. Такие добрые молитвы. Я читаю, еду, читаю. Мне так это нравилось читать. Она говорит, так это не православный. Я говорю, как не православный? Ты же монах. Вот пишет-то монах. А для меня это не было разницы, какой монах, чей монах. А что это тибетский монах, что это... Он, наверное, это буддисты, что ли, вот. Мне это не имело для меня это значение. Там я все равно, я видела добрые слова, добрые молитвы. Для меня это была молитва, и она обращенная к Богу. А к какому Богу? Мне это было без разницы. Бог-то, я знаю, что Он один, и все. Она когда... И говорит, нет, Нина, ты это не читай. Я говорю, как? Она говорит, лучше приходи на занятия вот сюда. И она мне сказала, куда прийти на занятия. Потом она зашла ко мне на работу, когда шла на занятия, и пригласила, пойдем. Я говорю, сейчас я освобожусь. Еще 20 минут мне надо было работать. И когда я освободилась, я пошла. Я послушала. У меня был Великий пост. Вот в это время был Великий, во время поста. И у вас умерла одна из сестер ваших. И вот был разговор о ней. И потом все люди были одеты в черном. И мне не понравилось это. Я люблю всегда светлые, такие нарядные цвета. А это все в черном. И я посидела там где-то в углу на заднем месте. А народу было много на занятии. Это пост Великий, так и одевались. Да, я не знала еще этого ничего. Я потом-то это поняла, что это так надо. Что это благочестиво во время поста. А тогда я этого ничего тоже не знала. Все это потом узнаю. Потом это позже ко мне пришло. Я очень рада, что я вот... И 8 лет я вот так вот проходила на эти занятия. Ну и как ты первый раз пришла, и потом не хотела? Я ушла. Мне не понравилось. Вышли, мне не понравилось. Я говорю, Люда, мне это не нравится. Я не знаю. Я говорю, я подумаю. И я не стала ходить. И на 2 года я... 2 года я потеряла. Я очень... А где ты Люда, Люда, Людмила Степановна? Где ты Степановна? А мы раньше немножко нас захватили на работе. Я бухгалтер по профессии, и она бухгалтер. Она была главным бухгалтером, а я на группе работала. Она пришла к нам на работу, устроилась, у нас освобождалось. Это место. Ее приняли главным бухгалтером, а я там на группе работала. И вот так вот. Ну, мы с ней немного вместе работали. Я ее почти что не знала. Очень мало. Но мы друг друга узнали. И мы как знакомые с ней повстречались в автобусе. И так вот я ее еще раньше знала по жизни. А потом меня вскоре оттуда перевели. Я закончила университет. Тогда институт был финансово-экономический вечерний. Я заканчивала вечерний институт. К тому времени я уже его закончила. И меня повысили в должности и перевели меня в другое место. И мы с ней разошлись. Мы больше ее не виделись. А вот в автобусе повстречались случайно. Теперь я знаю, что случайного ничего нет. Нет, конечно. Но и как потом попали, так нам-то как бы попали. А потом, когда я ходила уже, кажется, второй год, я уже к концу подходил второй год. И однажды я уже много... До этого я уже книги... Люда говорит, у нас вот вышла книга. Игнатий Тихонович издал вот такую-то, такую-то книгу. А принесла она четвертый том. Четвертый том. Открытым оком. Открытым оком четвертый том вышел. И говорит, она видела, что я люблю читать. Хочешь, я тебе дам почитать? И я говорю, Люд, я хочу почитать, но я просто так не возьму. Ты мне продай ее, тогда я буду читать ее. Она говорит, ну продам, покупай. Я вижу, что она новая книга, прямо новая. Я говорю, ты мне ее продай сколько? Потому что я буду читать на работе, буду читать в автобусе. Я же ее как-то... Все равно она же будет новой такой, я тебе ее не верну, правда. Она говорит, ну давай. И она мне ее продала. Я когда купила этот четвертый том, я его прочитала. И она прочитала ее прямо быстро, вот в одно мгновение. Это там 750 страниц. Да. И мне понравилось то, что я никогда такой литературы вообще даже в руках не держала, что там идут вопросы и ответы. Для меня это было настолько необычно. И еще что мне показалось необычно, они такие вот... Ответы были и вопросы были такие вот интересные для жизни, интересные вот и духовные. И они как-то совмещают, вот все как-то складывается, потому что там еще шел ответ. И после ответа шел, ну какое-то местописание, ссылается на местописание. Мне местописание еще ни о чем не говорило, но я понимала, что оно как связано с жизнью. Вот прочитаю, и как это все связано. Мне это понравилось. И потом вскоре она мне принесла и говорит, а у нас вот еще вышло к истинному православию. И для слова Божия не туз. Вот говорит это, посмотри, может тебе будет интересно. Я посмотрела. И для слова Божия не туз, думаю, ну это я потом. А вот к истинному православию я вот это сразу прям начну читать. Я говорю, Люд, я куплю их у тебя. Я их купила. И придя домой, я прямо сразу стала читать к истинному православию. Ничего не понимаю. Я думаю, какой-то бред что ли. Что-то у меня никак не совмещается. У меня вот все не так, как там написано-то. Что-то все наоборот у меня получается. Я так расстроилась, я так огорчилась. И думаю, нет, что-то это не то. Мне не нравится это. Во-первых, и там же много ссылок идет. Вот каноны. И каноны, и там местописание. И жития святых. И жития там все. У меня что-то не вмещается. И мне так это не понравилось. Я очень расстроилась. И я отложила ее. Не стала читать. Я говорю, не буду я ее читать. Что-то тут все кверху ногами поставлено. Так я поняла. И потом открыла я для слова Божия не туз. И это была ключевая книга, которая для меня оказалась. Вот самой той книгой, которую я искала. И герой. Вот я всегда думала. Вот мне нужен такой человек. Я сама, я понимаю, что я сама не умею. Что я сама ничего не смогу сделать. Но мне нужен такой человек. Вот которому я могла бы подражать. У которого я могла бы научиться. И так, чтобы мне не ошибиться в жизни-то. И я когда читала, я поняла. Так вот он человек-то, оказывается, в моем районе жил. В Ребрихинском районе, когда-то, оказывается, он относился. Мы рядом жили. И мы друг друга не знали. Как же так? А я где-то искала. Порфирий Иванов мне встречался. Так я думала. Ну где же такие Порфирии-то? Да вот были бы. Вот они бы православные. Так было бы хорошо. Я бы научилась от него. А тут он, оказывается, рядом. И я когда прочитала, я в одно мгновение, я читала вот прямо на одном дыхании эту книгу. И много-много себе брала для жизни. И говорю, господи, как же я шла-то по жизни. Совсем не так. Я жила совсем не так. Это я, оказывается, перевернута вверх ногами-то. А не та книга, которую это для Слова Божия не тусно. До меня дошло. Что там-то вот это действительно так. И я тогда, когда прочитала это, я взяла книгу для Слова Кристиному Православию. Как у меня все стало вставать на свои места. Как я вот опять же читала вот эту книгу и наслаждалась. А иногда вот думаю, нет, у меня какое-то недоверие. Ну-ка я открою Библию и сверюсь. Открывала Библию. Там же указано, где что. Каноны я не могла проверить. Жития тоже. Но уж Библию-то я открывала и все проверяла. И тогда до меня дошло, что и ту книгу, которую четвертую-то я читала, мне надо было бы посмотреть. И я снова четвертый том этот взяла. И где ссылки эти я опять открывала Библию. И читала, я поняла, что вот оно как все. Вот мне стало как-то открываться. И моя-то жизнь стала меняться. Мне так стало приятно жить. Мне радостно стало жить. Мне захотелось жить. Я вообще по жизни очень люблю жить. Жить. Вот знаете, для меня это очень важно. Что это не просто жить, а вот любить жить. Это было мне с детства важно. Я была очень болезненным ребенком. Там много болело. И поэтому, может, я там... А как попала ты к нам сюда-то? А сюда? Когда я вот эти две книги-то прочитала. И однажды, просыпаясь утром, а я ходила в Покровский собор в то время. И крещение я там принимала. До этого я уже приняла крещение там. Но крещение там было... Мне одна крещение принимала, одна никого не было. Я одна, единственная принимала. И батюшку я его один раз только вот увидела. И после я его никогда больше не видела. Может, какой-то из другого храма был. Не знаю. Я его больше никогда не видела. Он мне помазание сделал. Тут и тут все помазал. И это покропил. Все. А погружения не было? Не было. Ну и дальше. Ничего этого не было. Только попросили колготки снять. И вот тут вот помазали мне и все, ничего не было. И вот, но тут я уже стала понимать, что надо... Крещение-то я уже знала, что надо, оказывается, погружаться-то. И я согласна с тем, что я уже это приняла, согласилась, потому что если Христос... Я поняла, что в третьей главе Евангелия от Матфея, и Христос вышел из воды. Так он туда же заходил, раз он вышел. Вот до меня вот как-то вот это сразу мне бросилось в глаза. Так он же заходил в воду. И он вышел из воды. И это Христос, это Бог зашел, чтобы ему принять крещение это в воде. А я-то кто такая? Так я, меня никто не омыл. Грехи-то мои, они... Я же не утонула, я же не умерла в этой... Ой! Когда до меня это все дошло, я утром собираюсь во храм в Покровский. Рано-рано встала, собираюсь и сама думаю, нет, я сегодня туда не пойду. Я же знаю, я где-то видела, что... Где-то в книге я видела, что под фотографией адрес был написан, где вот этот ваш храм, вот этот вот храм, который одной крестовозвиженской общей не принадлежит. Я скорее достала эту книгу. И прям открывая мне эта фотография, сразу попалась, и там адрес указан. Я опоздала, пришла сюда. Пока я нашла это первый раз, шла еще темно, было зимой. Зимнее время темно. Я подошла, почему-то это ворота были не закрытые. Я так подумала, а что и ворота-то не закрытые. Я же читала, что ворота закрываются, ворота открытые, и дежурного нету. То есть все нарушено было, Господь сделал так, что ворота открытые. Ворота открытые. У нас дежурные ходят по... Дежурного нету. А куда мне заходить? Захожу, я вижу, что здесь не один дом. А в какой мне заходить-то? Ну, я впервые зашла. Зашла там темно. Я там споткнулась. Влетела в эту дверь, можно сказать. И вот так вот ищу. Я же не знаю, где ручка-то. Темно же не видно. Я вот так ручку ищу, ищу. И вот так вот скребу там об эту дверь-то. Гляжу, дверь открывается. И Миша Коряковцев стоит. Я уж его знала по занятиям-то. Я же его там видела. Это было все настолько удивительно. Это Миша, ему доверие, все это обиходит. Он как... Я-то никакого отношения к этой местности не имею. Он как эконом, комендант. Да, я это уже знала, что он здесь как раздал. Вряд склонили голову. Ну, все молятся. Я вижу. И он меня вот так вот раз. И вот это где? Это углярка-то она. Кочегарка-то вот. И где он меня туда. И показал мне вот здесь раздевайся. Я разделась, прошла и встала туда, где с ними впереди. У нас это вообще не положено. Мы не пускаем чужих к себе. Сначала сходим домой, мы на работу проверим. А у тебя как-то необыкновенно. Необыкновенно. Это Миша. Миша виноват. И тут забыли закрыть. И тут было открыто. И там он меня встретил и показал, где раздеться. И показал, где мне встать. Я встала. А вы меня вот сюда вот взяли через порожек-то туда. В храм еще это же был коридор, притвор. А вы меня туда поставили. Я так вот встала там с краешку. И так и стояла я много лет. Покажи, Валетка. Покажи, Валетка. Покажи, Валетка. Покажи, Валетка. Все, все. И гребешь. Ну. Вот и так по сей день я и хожу в этот храм. Вот таким образом я пришла. А потом стали разбираться, а кто меня пригласил. А кто... Я уже ходила, уже давно ходила. И вдруг стали меня спрашивать. Не на кто тебя пригласил. А я говорю, никто не приглашал. А как ты пришла? Нас не приглашают, а разрешают. Да. Когда просится человек. И тогда мы уже советом решаем, разрешите им один раз прийти к нам или нет. Тут вот какой вопрос. Ну, я еще не знала, почему мне эти вопросы-то задают. Оказывается, мы уже стали спрашивать, кто и как привел меня. Никто туда у нас сидит. Никто не привел. Я говорю, я сама пришла. А как ты... Ну, я рассказала, как я зашла. Ну, вот все друг на друга, оказывается, подумали, что это этот пригласил. Батюшка-то спрашивает, кто пригласил. Никто? Никто. Никто. И главное, сразу-то не хватились, что чужой человек вторгся к нам. Да. Нет, не хватились. Это уж потом, потом стали восстанавливать. Это уж просто удивительно. Ни с кем больше так не было у нас. Никогда. Мы же заранее проверяем. Идут человек к нему. Документы, паспорт, все. И домой ко мне еще никто не приходил. Это будет потом. Это будет потом. Это все восстановится, но это будет потом. Так. Ну, и теперь давай вернемся к тому. Ты теперь со священником там, Игорем Красно-Черновым. Да, и потом он мне сказал, вот отрекись от Лапкина, отрекись от его учения. А я говорю, а у него нет никакого учения. У него только есть в руках Библии и в устах Слово Бога. Все, никакого учения его нет. Андрей Кураев увидел. Игнатий говорит, ничего нового не несет. Он раскопал целые пласты, забытые нами, нашей православной веры. Я вот что сделал. Вскрыл. То, что завалили. Крещения нет настоящего, прещещения нет. То есть все таинства извращены. Я, согласно канонам, показываю, нужно возвращаться к истокам. Какое это учение-то? Вот, я так ответила тоже. Ну и потом, я-то с ним, я его только слушала. Во-первых, я ответила ему на то, что моя личная жизнь, ему не нравится, мой образ жизни. Я на это ответила. И вот на то, что ваше учение, он когда сказал. И на это учение я ответила ему. А так, я его только слушала. Он мне много рассказывал, говорил, почему, как. А потом, ну все, говорит, я вам сказала, я думаю. Ну все, все и все, я повернулась и пошла от него. И когда я уже отошла, я думаю, как так, я повернулась, пошла. Я благословения-то у него не попросила. Он же священник передо мной. Но я, по сей день, я очень сожалею о том, что я вот так вот как-то бездумно повернулась и пошла. Знаете, братья поехали на благовестие, срочно требуют нас, чтобы мы были. Сейчас, подождите, то никуда не денется. Длина, рассказывай. Подождите маленько. Он не поедет. Не поедут? Он не будет ждать нас. Ну пускай едут, тут пешком недалеко, а можно дойти. Ну вот так вот, и мы больше с ним ни разу не встречались и не общались. И по сей день мы с ним не встречались. То есть, Леда, а как же ты молишься теперь? А я, когда стояла в притворе, вот в тот раз, когда он меня... Я же вышла из притвора. И в следующий раз после этого я прихожу и встаю в притвор. И вдруг открывается дверь, а притвор... И уже почему-то взяли и закрыли. Но оказывается закрыли, потому что там батюшка позвонил и сказал Зине, чтобы меня из притвора убрали. И они там, у них были... Там были сестры, какие молились, и у них там был совет. Как это сделать? Ты, может быть, что-то ходила по домам, людям что-то говорила, соброзняла? Нет, в то еще время я никуда не ходила. Я и сейчас по домам не ходила. Но с людьми встречаюсь. И, конечно, встречаюсь, я возвещаю, исповедую Иисуса Христа распятого воскресшего. И как ты молишься теперь? Ну вот, а когда меня попросили, они вышли оттуда, ключ, замок у нее в руках, и говорит, Нина, батюшка сказал, если ты сейчас не выйдешь из притвора, я говорю, это же притвор, она говорит, из притвора тебе заходить вообще сюда нельзя, и не приходи больше. Батюшка сказал, если ты сейчас не выйдешь, мы закрываем храм на замок и все расходимся по домам. То есть молиться не будут из-за тебя? Из-за меня не будут молиться. Я настолько была, вот, не то, что вот огорчена, я думаю, что я, вот, мое было ощущение, как будто меня пришибли, как так, закрыть храм, уйти и не молиться. Вот для меня это было... Только чтобы ты не оскверняла притвора. Чтобы я, да, чтобы я там не присутствовала. И я вышла, я вышла и думаю, а как это, я никуда не уйду. Я буду стоять здесь и молиться. Я пришла не к ним, я пришла к Богу. Я пришла к Отцу Небесному. Это дом мой, Господь говорит, дом мой, дом молитвы наречется. А меня гонят, а Христос прилагал спасаемых к церкви. А тут меня гонят из церкви, думаю, нет, я буду ходить, я не могу. И потом седьмой день, это воскресенье, я как в субботу, там нету, в субботу люди, вот сейчас там встали, а тогда не... И в воскресенье еще не буду ходить, а для меня это мед. Я не могу не ходить. И я стала ходить всегда. И как ты тогда... И по сей день, вот девятый месяц, вот уже девять месяцев... В притворье заходишь? Нет, вообще не захожу. А как? Я прихожу, я выбрала себе местечко на поляночке, там большая полянка перед храмом. Я нашла место такое, где очень неудобно летом, а такое знойное лето ныне было. И солнце мне в глаза, я вся вот, пока стою, я вся изнемыкаюсь от солнцепека. Но я, Бог дал, выдержала вот это вот. И они видят, что ты можешься на улице... Видят и проходят. Сестры все приветствуют. Все приветствуют. И даже вот этот хозяин, ну как он, который вкладывает деньги на ремонт. Я не знаю, он хозяин, но я считаю, что это хозяин этого помещения, храма этого. Он вложил туда немало средств. Его родители, знаю, когда еще отец был жив, они все время там... Я с его мамой лично знакома была. Мы с ней молились, я первая, с кем познакомилась там, вот еще задолго до этого. Это с его мамой, Юрией Александровичей, его мама. Она много труда вложила, вот, чтобы содержать усадьбу, там же усадьбу. По сегодняшний день в храм не заходишь? Нет, я не захожу в храм, а зима наступила. Да, там сейчас очень плохо, снег, это все, сейчас стали чистить. А то я стояла ближе к другому храму, который в честь Николы Чудотворца. А к архиерею-то не обращалась? Обращалась. Однажды, вот, был когда день деревни... Нет, да, день деревни. 14 мая. 14 мая. Это прошлое дождь. 14, позапрошлый год уже. Да, позапрошлый, это уже теперь год. Это уже скоро еще год будет. Ну, ну, ну. Я там подошла к архиерею, он в то время был первый день в чине митрополита. А, это в 15-м году. В 15-м. В 15-м, да. Это у нас тут патриарший архиерея Иванников, владыка Сергий. Владыка Сергий был. Ну-ну. Это еще к нему подарок. По-моему, он был уже епископом. Из епископа в митрополиты. И когда вот получилось так, что мы когда оттуда вышли после концерта... Где, где? В Потеряевке. Он приезжал на службу. Вот это... Он прямо... Он ночью прилетел из Москвы, а утром уже в Потеряевке служил в службу. И я думаю, вот подойду. Мне Зина так говорит... Да-ка ты там... Я когда шла, и Зина встретилась. Вот так Бог сталкивает, что... Я бежала на трассу утром рано-рано, и она вот она... Ты на трассу-то бежала за чего? А чтобы уехать в Потеряевку. А, вон как. Ну-ну. И она вот мне... А ты куда? Я говорю, да еду в Потеряевку. А что ты туда? А я говорю, там будет архиерейская служба сегодня. И я хотела бы туда... А она говорит, как? Архиерей там будет наш, епископ. Она... Еще никто не знал, что он митрополит. И я еще не знала, что он митрополит. А я говорю, да, он там сегодня будет... Я говорю, не один, там много гостей будут. И священники с ним из Барнаула, там из районов, которые поближе. Я говорю, там сегодня много будет. Хористы приехали, священники, секретарь, парнии. А приехали там еще и секретарь был. Там еще и, да, хор был его чудесный. Вот. И после того, как было там песнопение, после службы была трапеза, после трапезы еще концерт был. И после концерта, когда вышли, и я когда выхожу вот так вот, и прямо сразу с ним столкнулась. Он здесь стоял. И я к нему подошла, говорю, Владыка, благословите меня, я хочу с вами поговорить. Он говорит, благословляю, благословил меня. И я когда с ним поговорила, я ему рассказала, говорит, я из клочков, я говорю, деревня такая. И вот тут уже разговор, я говорю, слышали? Это обо мне речь шла. Батюшка с ним беседовал. И я говорю, это обо мне речь шла. Владыка, вы благословите меня, я буду ходить в этот храм молиться. Он с такой радостью. Даже вот, вы знаете, передать это словами невозможно. Какую радость испытывала я, и какая радость была на нем. Я видела, и он меня благословил, а потом еще руки мне возложил на голову. А он какой радостью это и с любовью сделал. И вот, вы знаете, благословляю, ходите. То есть, священника тамошнего, он как бы сказал, запускайте. Ну, раз он благословил, то это как, конечно. Я к этому отношусь однозначно, и я очень ценю это благословение. По сей день я его исполняю. Я когда приехала и пришла в храм, меня снова выгнали. А ты сказала, что тебя... Да, я сказала. Но священника не было в тот раз, а была Зина, только староста. И я ей сказала, Зина, меня благословил владыка Сергий. Я теперь буду ходить. Она говорит, нет, я сейчас позвоню батюшке. Батюшке она позвонила, батюшка сказал, нет, выгнать. И меня снова попросили выйти. Я не стала с ними спорить. Это, во-первых, в храме. Ну, и я считаю это неуместно. Какие споры? У меня есть благословение. Я вышла и молюсь. И по сей день я стою и молюсь. А когда собираюсь, я всегда помню это благословение. Я его ценю, и я его несу. И я так думаю, что по жизни, вот пока ноги мои уходят, я должна нести это благословение, потому что я его просила. И с какой радостью он меня благословлял. Я теперь, я встаю утром идти в храм, а мне нисколько, у меня нету горя, что я там иду вот туда. Я с радостью иду. Но мне Господь благословил. Он прилагал к храму. Он прилагал к церкви спасаемых. А тут владыка, он ангел на земле, и он меня благословил. Да с какой радостью и любовью. И я стою и иду. И я с радостью, я всегда помню это благословение. Оно на мне есть. И я его очень люблю и ценю. Это благословение. И так по сегодняшний день на улице стоишь. И по сегодняшний день и стою на улице. Зима, зима, мороз. И зима, и вот даже вот сейчас вот холод, 33 градуса, минус 33. Тогда был солнцепек. Люди-то не поверят. Под 40 градусов. Вот под 40, у нас 35, был 38, 40 градусов жара была. На и лето, вот было какое лето-то жаркое. Я под солнцепеком стояла. А тут такие морозы. 33 минус. Я гляну на термометр пошла. Минус 33. Я уже сшила себе специальные такие нижние эти одежды, чтобы теплые были. Сверху одеваю шубу свою, одеваю сверху. И это, одеваюсь тепло. И удивительное дело. Я не замерзаю. Я стою, молюсь и не замерзаю. Я даже удивляюсь, как так. Я ведь стою полтора, а вот сейчас рождественские. Я два часа простояла на Рождество вечернее. Ты хоть под ноги-то картонку положила. Ничего, на снегу стою, у меня валенки туда провалят. Ну, оптают кругом вот так вот валенки. Валенки купила себе новые. Двой носок туда теплых одеваю. И стою, пока у меня вот так вот кругом оптает. Мои ноги уже как в ячейке, в какой сосудике стою. А может, твой Виктор Матвеевич-то знает, что тебя не пускают в храм? Все знают. А он что говорит? Что скажет? Дождалась? Достукалась? Нет, никогда. Ни разу не упрекнул. Я говорю, Вить, ну я пошла, ты меня благослови. Он говорит, иди. Ну вот, понимаешь, что делается. Ну ладно, значит, наши торопятся сейчас туда. Ты помнишь, мы тебя посетили как-то здесь? Да. У вас дом большой, сколько этажей? Два? Да, два этажа. Он в трех ярусах. Подвал 120 квадратов. Первый этаж 120. И третий этаж тоже 120. Так, мы у вас в гостях были. Да, и вы написали стихотворение. А потом ты встретила вот это стихотворение, и ты догадалась, что о вас я пишу. Да. Давай, прочитаем. Слава, покажи. С пространством неразлучный человек, отмерено задолго до рождения, доколе не покинет белый свет и как бы растворился в подземелье. Сестра к себе сегодня пригласила отведать от ее привета и щедрот два этажа фронтон с высоким шпилем любому богатею нос утрет. А я, потерянный, по комнатам слонялся и жался по углам и этажам, и расчленял их комнаты на классы, по церковь с алтарем хозяев ужимал. Мое жилище норка-пискаря в сравнении с акульим полигоном подсчитывал пространство, греют зря. Придут китайцы, постояльцев сгонят. Артисты, меценаты и хапуги, грабители народа недр богатых. Кижи без топора и без зазрения рубят не для людей, а для скотов и гадов. Сквозняк величия надутого искусства пытается подделаться под святость, но не секрет, что место это пусто, а возрождение не надо только вякать. Как дороги мои апартаменты, разбитые на полки и плацкарты. Покажи. Затарены кубические метры, здесь храм, столы, разборные на парты. Конечно, боком нужно проходить между кроватями, забраться на палате. Здесь ждет меня арест и обыск впереди, ограбит КГБ и тюрьмами заплатит. Пространство узкое, узок царства вход. Негладкий, а тернистый путь обещан. Ужмемся, потеснимся, ляжем в гроб. В каком пространстве мы воскреснем в вечность? 23.10.2005 года. И ты когда прочитала, догадалась про вас? Да. Тут никаких надписей нету. Да. Ну, я понимала это. Все. Какие твои планы дальше-то? Я вообще-то намеревалась, вот там уже в этот раз, вот думаю, последний раз я вот, я должна зайти. Вот у меня такое чувство, что я уже должна зайти, потому что у них там произошло большой, что-то у них разлад между Зиной и священником, большой разлад. Зина сейчас не ходит. Она мне звонила несколько раз, очень плачет. Прямо последний раз вот звонила, вот после, как у них произошел там большой разлад, а он, вижу, что большой, не знаю, что у них там произошло. И вдруг она мне стала звонить. Попросила у меня прощения за то, что было. А я говорю, Зина, я на тебя ничего не имею. Она говорит, я же пишу дневник христианке много лет. А я, говорит, 11 лет тут отслужил. Я же его, говорит, знаю. И он меня теперь вот так, вот так. Я говорю, Зина, мне не надо это знать. Она, это, что там, она говорит, мне, наверное, надо поехать к владыке. Я говорю, так он же у вас в Славгороде. Она говорит, да. А я говорю, зачем? Не подымай никаких скандалов. Вот тебе Господь допустил вот это? Ты смиренно прими. Прими, ходи, молись, и все, не лезь больше никуда. Ходи, молись, дома молись. Ну, вот вижу, что ее больше нету. Так, я тебе еще наказывал и сейчас говорю. Если священник завтра даже и подойдет к тебе, скажет, ну ладно, заходи, не заходи. Он должен тебя сам завести, перед народом тебя реабилитировать и оправдать. Как апостол Павел говорит, били принародно, а теперь тайно хотите выпустить, а тут впустить. Не иди на это, до конца держи. И тогда ему покажет Господь через архиерею, и сам Господь может показать, что они делают. Я этот ролик озаглавлю подлинный лик московской патриархии. Это такая книга есть, это брошюра отца Глеба Якунина. Подлинный лик, они такие и есть. И они зовут к себе без озрения совести. А как они со мной будут обращаться, если бы я даже пришел-то? Вот тут понятно, если только ты знаешься со мной, и тебе житья на этом свете уже нету. Почему? А почему они так поступают? Потому что это сталинско-берийская патриархия. 4 сентября 43-го года Сталин и Берия вызвали и поставили под патриархом Семанского. Ну вот и все. Причина-то только одна. Потому что это мирская организация. Ничего там духовного нету совершенно. Вот они ничего к тебе не имеют, ты никакого вреда не принесла, вообще никакого. Он другим быть не может, поэтому прости ему, как бы этого не было совершенно. А они не могут быть другими, как скорпион, который на черепахе переплывал, а все-таки укусил. Я, говорит, по-другому не могу. Ну мне Зина сказала, говорит, ты съезди, позвонила, говорит, я тебе дам телефон благочинного, позвони ему, он тебя с радостью примет. А я говорю, Зина, это же не телефонный разговор, такой важный вопрос решается, я не могу позвонить. Ну на всякий случай, я говорю, дай мне телефон, я его записала. Я говорю, ну если, может, когда-то при встрече, она говорит, да ты съезди к нему. А я потом говорю, нет, Зина, не надо, тебя митрополит благословил, не надо этого делать. Я говорю, нет, Зина, и я тебе объясню, почему я не позвонила и не поехала. На мне еще раз звонила, ну ты съездила, я говорю, нет, и не поеду. А почему? Я говорю, да потому, что, я говорю, за меня на этот вопрос уже ответил апостол Павел. Прочитайте 16 главу, заканчивается чем? Апостол Павла, когда хотели выпустить из темницы, я говорю, что он им сказал? Вы меня принародно били, а теперь тайно хотите меня отпустить? Я говорю, вот прочитайте. Я говорю, вот он уже дал этот ответ. Это, во-первых. Во-вторых, это, я говорю, меня Господь благословил ходить в храм, он прилагал к храму. А в-третьих, я очень ценю благословение, которое я имею, архиерейское. Вот я ей сказала все. Так, и коротко помолимся, ребят, отпустим. Отец Небесный, слава Тебе за великие щедроты Твои, дары терпения, сестре, дабы смириться перед этим. Укажи нам истинный путь в Тебе, каждому покажи, чтобы мы не искали своего, а что угодно воле Твоей святой. Ибо Ты сказал нам, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Если человек угождает человеку, то он не может быть рабом Божьим. Дай силу сестре с радостью перенести то, что Ты назначил ей. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все. Спасибо, Христос. Поверни туда. Сейчас. Спасибо, Христос. Я сниму, давай, а то...